Алло, Виталий, привет, слышишь меня? Только я тебя не слышу. Ты сейчас уже слышишь? Да, да. Тут далеко, тут мне очки не нужны. Ну, вроде все так это слышно-видно. Вот это у тебя барбита, нифига себе. Ну, зима же, зима, поэтому надо утепляться. Так, ну, вроде связь есть, слышно нормально. Будем смотреть сейчас, кто будет подключаться. И в 7 часов мы начнем наш проект. Я тут еще попробовал через телефон на YouTube канал прямую трансляцию сделать. Единственное, что, не знаю, как это получится, но вот еще будет запись на видеокамеру. У меня тут и запись идет на сам Zoom у меня еще. Ну, а там посмотрим. Просто я хочу, чтобы это потом тоже люди, кто не смотрел онлайн. Ну, да, просто там надо будет чуть порезать, чтобы это не было там... Потому что одно дело, когда онлайн-конференция, там кто-то уходит, приходит и так далее. А когда человек хочет просто посмотреть, там час, это будет много. Там надо хотя бы минут на 30 постараться как-то обрезать. Ну, я не знаю, это уже твоя... Смотри, я не сторонник обрезаний таких, но... Ты тоже, я тоже. Ну, если так посмотреть, тем более, если ты будешь рассказывать о... Ну, как бы свою речь вести, ну, и нет смысла ее там как-то резать, понимаешь? Тогда будет какое-то отключение от темы, может, да? И будет что-то не то. But lights just from left, better lights like from... Не, а очень хорошо видно. О, свет хороший. Не, это хорошо, но получается только у меня с этой стороны здесь как... No, 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 I need like some maybe... Ah, but we have lamp here. I put... Because I need lights from front. Просто у нас еще светло, поэтому, ну, с балкона как бы... It must be like this. No, but like this I cannot see. It must be... It's a wall, it's a white color. Okay, connect. Давай, вычпаем. Давай, вычпаем. Давай, вычпаем. Давай. Сигура, это да? Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Морские узлы из проводов. Ну, что же делать? Я просто сейчас кабинет жены занимаю. Ну, как бы, как кабинет. Тут салон, тут же балкон и он же кабинет. Ага. Обычно она тут, это, пресс-конференции ведет. Угу. На-ну-ну, на-ну, поки там, ага. Сюда лампа, она как раз даст свет, свет прям... Прямо, как бы, больше прямой. Ну, аурами, вот. Я, вот здесь. Угу. Угу. Так. Ну, к нам, не знаю, кто-то еще вот, возможно, подключается, не подключается. Ну, кто-то подключится, кто-то есть. Кто-то подключается, ну, подключается. У людей реально, ну, проблема с определением времени. Там кто-то пишет, а что уже прошло? А подожди, а сколько, а почему не началось там? Мне вообще вчера сказали, говорят, Роман, а что так рано проводишь? Я говорю, как понять рано? У тебя там написано 7 утра. Я говорю, нет, это написано 7 п.м. Да. Это люди просто... Потому что ты... Это больше для иностранцев. У нас же 24-х часовая система, поэтому у них... А у них 12. И поэтому люди вот у нас, как бы, как это, рубль к доллару привязывают, да? А за границей вот люди живут, они ни к чему не привязывают. Они вот, ну, у них один евро, это один евро. Да. А у нас все время как бы там пытаются там трансформировать. Ага, а в долларах это сколько? Ага, ага. А по старому курсу это сколько? У больших городов, типа Питера и Москвы, там это... Там это просто... То есть когда ты говоришь, ну, в рублях цену, то есть человек просто зависает. Потому что для него это непонятно, то есть это сколько, это много, мало, хорошо. Да, да, да. Согласен, согласен. Ну, вот в Zoom нельзя сделать такое 24-часовой. Там только или M, или PM. Поэтому... Ну, он просто не российский. Ну, американская система, да, там вроде. Ну, это как бы... Так, ну, у нас тут 3 минуты пишет еще, вот, времени есть. Поэтому, ну, по регламенту, ну, ты... Ну, мы с тобой уже определили. То есть там минуту я какую-то там ставку делаю, начальную, пролог, ты потом ведешь свою речь. Да. Вот я смотри, накатал, то есть вот, ну, пошагово, что, ну, начну коротко с Бирмингема, потому что, ну, он как бы способствует трансформации потом на этот мир, да? Да. Потом разговор с Остриковым Валерием Ивановичем. Спарринг свой, и кто может вообще показать классическую технику на сборах. Сбор Подольский, летом, горячие батареи, осенью без крыши. Турнир в Праге «Миллениум», где я уже встречался первый раз с Канамару. И потом чемпионат мира уже Мюнхен, турок, финн, испанец, перуанец, поляк, японец. Тренировка за день до чемпионата мира. После выступления на следующий день невозможно пройти по зоне зрителей. После эйфории – пустота. Ну вот, вкратце, вот такой вот… Да. Хорошо. Это тематика, где я уже буду ее там раскрывать потихонечку. Хорошо. А потом… Потом мы будем… Имеющие вопросы, люди, кто имеет вопросы, ну, то есть я тоже, у меня есть несколько вопросов, вот. И мы уже там по ходу немножко дополним. Я думаю, что, в принципе, в районе часа мы, наверное, это все уложимся, вот. Ну, посмотрим. Если, конечно, аншлага не будет, как ты еще временем располагаешь просто, понимаешь? До пятницы я совершенно свободный. Ну, в пятницу, шаббат – это святой день, да. Да. В пятницу посвящаем только себе. А в Европе, наоборот, у них воскресенье – мертвый день. То есть воскресенье даже… Я шучу. Даже рабы вот на плантациях, они тоже отдыхают в воскресенье. Ага. Хорошо. То есть в Европе такие еще есть, да? Наверное, где-то есть, я не знаю. Но в любом случае у них воскресенье – мертвый день. Даже продуктовые магазины работают не все. То есть там большого счета. Да. Ну, вот у нас тут пишет, значит, 18.59, у меня на компьютере. Не знаю, сколько сейчас у тебя там пишет время. А у меня тоже, у меня Apple Time пока 59, все в норме. Ну, хорошо. Вот 19.00 у меня показало. Все, заводи. Ну, будем переходить. Сейчас. Так. Добрый день, Виталий. Добрый… Добрый вечер. Добрый вечер, да. Добрый вечер, все, кто присоединился к нашей видеоконференции в Zoom. Все, кто смотрит на YouTube, прямую трансляцию, и кто будет смотреть, значит, запись нашу там тоже на YouTube потом. Сегодня мы встречаемся с Виталием Макаровым, заслуженным мастером спорта, тренером сборной команды России по дзюдо. И тема, это историческая такая тема. Чемпионат мира Мюнхен, 2001 год, 20 лет спустя. Ну, как будто ты мушкетер, да? 20 лет спустя. Вот. Сегодня, во-первых, я благодарю Виталия за то, что он откликнулся на эту такую беседу, чтобы немножечко больше рассказать. Тем более прошло время, может быть, какие-то мысли улеглись в голове или как-то что-то всплывет. Новые факты какие-то интересные, заманчивые для любителей дзюдо и вообще боевых искусств. Поэтому благодарю тебя за отклик. И мы надеемся, что сегодняшняя наша беседа будет интересна для всех. Вот. Виталий. Спасибо, что пригласили, в первую очередь. Роман, я на ты, хорошо? Да. Потому что с тобой и по годам близки, и знаем друг друга хорошо уже, и интервью у нас не первое. Онлайн первое, а вообще оно не первое. Поэтому спасибо за приглашение, за то, что помнишь все эти даты. Потому что, что касается меня, здесь с датами у меня все тяжело. То есть я помню события, я могу рассказать о любой секунде каждой встречи, допустим, которую я или смотрел, или в которой участвовал. А вот что касается даты, когда это происходило, это для меня тяжело. У меня даже с уроками истории это пересекалось. То есть я знал все значимые события в России и за рубежом. Но именно по датам было сложно. И я очень долго там прям зубрил эти даты, потому что для меня это тяжело. Я не знаю почему. Многие даже обижаются, что я там дни рождения забываю и так далее. Ну вот такая вот специфика моего, видимо, мозга или нет. Виталий, я немножко еще хочу для наших зрителей. Так, вкратце буквально. Значит, у нас на три части, точнее четыре части конференции. Это значит, ты расскажешь, как велась подготовка к чемпионату мира, как сам чемпионат мира проходил. Такой эпилог чемпионата мира. Или пролог, да? Эпилог, то есть заключение, что ты чувствовал после всего этого. И в конце, если у людей будут вопросы, значит, можно будет так же. Ты ответишь, я думаю, на них с удовольствием. А мы послушаем. Конечно, если будут вопросы, отвечу. Все. Хаджиме. Хаджиме, начинаем, да? Да. Ну, сразу хотелось бы поприветствовать всех тех, кто к нам присоединяется, присоединился или будет присоединяться. Это я уже говорю про будущее, когда это будет, наверное, в YouTube, уже в записи. Вот. Доброе утро, добрый вечер, доброй ночи, в зависимости от времени суток в вашем регионе. И начнем мы, наверное, с чемпионата мира Бирмингем. Вот. Это 1999 год. Это первый мой чемпионат мира среди взрослых. И выступал я там, в принципе, хорошо, но недостаточно, потому что я вышел в финал и проиграл Джимми Педро там. И самое, что неприятное, вместо того, чтобы была какая-то радостная нота в этом выступлении, было больше, наверное, негатива, потому что многие из тренерского состава и доброжелателей в кавычках почему-то сказали, ох, был единственный шанс выиграть чемпионат мира у Макарова и он его упустил. Вот. Если сейчас смотреть вот глазами нынешнего Макарова, то я был там не готов побеждать. Я был очень чувствительный, яркий, бросковый. Но если брать меня и Джимми Педро, то Джимми Педро был очень опытный на тот момент дзюдоист и он выиграл не из-за того, что он был лучше по каким-то физическим кондициям. Он был лучше, потому что у него была стратегия более серьезная. Он не выходил с шашкой рубиться, он выходил побеждать опасного партнера. И если вы помните эту встречу, то практически все действия были с моей стороны. Единственное, там какой-то подворот передней подножки он сделал в самом начале, но больше, в принципе, с его стороны атак как таковых серьезных не было. Все делал я, а он просто ждал неподготовленную атаку и тем самым воспользовался и победил эту встречу, став чемпионом мира. Очень заслуженно, потому что тактика, она также важна, как и физика, так же, как и выносливость, так же, как и техника. Это один из факторов, который складывается для победы, для подготовки. И вообще дзюдо, оно не может, так же, как и многие виды спорта, быть в каком-то одном направлении развиваться. То только техника или только сила, или только тактика, или только скорость, или только координация. Это должно быть, ну, скажем так, вкупе. И как можно больше вот этих вот позиций нужно отшлифовывать до очень серьезного уровня. Это что касается такой, скажем, серьезной медали, да, потому что для меня чемпионат мира, вот именно для меня, это как соревнование, оно сложнее, нежели Олимпийские игры. Психологически, может быть, нет. Но именно физически, потому что ты должен провести 6-7, а то и 8 схваток. На Олимпийских играх это только 4 схватки. И, скажем так, от каждой страны может присутствовать еще и по 2 человека. Это что касается данных чемпионатов мира. В мое время все-таки был один человек от страны. Если говорить сейчас, то чемпионат мира проходит чуть ли не каждый год. Но проблема в том, что может быть в твоей весовой категории 2 корейца, 2 японца, 2 грузина, 2 бразильца, 2 азербайджанца, 2 узбека, 2 русских. И тем самым некоторые весовые категории это просто что-то такое, концентрация серьезного уровня спортсменов, которые знают друг друга и для них нет авторитетов. И каждый опасен, и каждый может победить. Поэтому, если брать прогнозы на чемпионатах мира, то они, как правило, ни у кого не сбываются, так как там такой большой пласт больших спортсменов выступает, и новых каких-то лиц появляется, что чемпионат мира для меня все равно является номером один в состязании среди бюдеистов. По моим критериям респекта, то есть уважения. Это ни в коем случае не говорит о том, что я не уважаю тех, кто выиграл Олимпийские игры, но просто именно о самом соревновании, что оно тяжелее, чем Олимпийские игры, во многих параметрах, кроме, наверное, психологического, это вот мое убеждение. Виталий, ну вот, 99-й год, вы становитесь серебряным медалистом, много, так сказать, не совсем лестных, так сказать, отсказков, как вы сказали, но у людей были, что это вот последний шанс. Как дальше? Дальше вы начали сразу же новую подготовку? Дальше просто начались изменения, и в 2000 году, это перед Олимпиадой в Сиднея, поменялась тренерская группа, зашел туда Нездоров со своей бандой, Ну и, по моему скромному мнению, результат был вопреки на этой Олимпиаде 2000 года, потому что там было очень много психологического прессинга, причем со стороны тренерского состава, где они, ну скажем, демолизировали. В общем, выводили из себя спортсменов, которые впоследствии, ну там, и травмы получали ненужные, ну и вообще в плане психологической ситуации, Олимпийские игры и так, ну скажем так, очень серьезная нагрузка на психологию, и еще и со стороны тренерского состава идет прессинг, поэтому меня там и со сборов пытались выгнать, и травма у меня была, что в принципе и повлекло, скажем так, к вопросу о моем удалении из сборной, или из подготовки на Олимпийские игры, поэтому там все было тяжело, у нас сбор подготовительный был во Владивостоке, адаптации и так далее и тому подобное, и привезли меня в Сидней меньше, чем за сутки до выступления, ну это, конечно, маразм, потому что вы представляете, вот представьте картину, я прилетаю в обед, а мне завтра утром уже выступать, вернее взвешиваться, а потом выступать, и это еще, и это еще там разница во времени и так далее и тому подобное, ну в общем, скажем так, план подготовки именно вот той команды к 2000 году со стороны тренерского состава был, мягко сказать, безобразным, то есть они просто не знали, как подводить кандиду, какими группами вылетать, за сколько вылетать. Виталий, можно маленькую паузу, Виталий, маленький такой, чтобы понятнее было, я так понял, что тренерский состав 99-го года сборной и 2000-й, это разные руководители сборной. Да, совершенно верно, совершенно верно. Да, слушаем вас дальше. Совершенно верно. Просто мое поколение попало вот в череду смен тренерского состава чуть ли не каждый год. Если я не ошибаюсь, вот на моей памяти нахождение в сборной, ну сменилось пять тренерских составов, я имею в виду именно главных тренеров, вот, и часто они заменяли друг друга. То Авелий Николаевич, то Каплин, то потом Невзоров, потом опять Каплин или Авелий Николаевич. В общем, шло вот так вот. И мы подошли сейчас к очень важному моменту, который у меня случился только единожды с главным тренером. Это разговор с Востриковым Валерием Ивановичем. Когда его пригласили или назначили, или утвердили, я не знаю, как там это все происходило, на пост главного тренера, первое, что он сделал, это он встретился с каждым спортсменом индивидуально. Я такого до этого не видел в принципе. Вызвав меня на собеседование, мы дискутировали по поводу того, что же хочет он от меня и что хочу я. И наши желания сошлись, потому что то, что я услышал от него, была фраза, что, Виталий, я не хочу медалей на чемпионате мира от тебя. Я хочу, чтобы ты победил чемпионат мира, чтобы ты был чемпионом мира. Я другого от тебя не хочу видеть и не требую. Для него было понятно, что медаль чемпионата мира – это не тот уровень, на который я способен. Потому что я уже показал в 99-м году, что я могу быть четвером чемпионата мира. Я уже им был. И на что мой ответ был, странно, но у меня та же мечта стать чемпионом мира. После чего последовал вопрос его стороны, что для этого нужно сделать. Мой ответ был неординарным, на что, я думаю, он очень долго не мог согласиться именно для себя. Потому что ответ был такой – не мешайте. Странный ответ главному тренеру, но тем не менее, я уже на тот момент понимал, как нужно готовиться, что нужно делать и какие этапы прохождения, подготовки должны быть к чемпионату мира. Тем более, что облегчалась эта задача тем, что он должен состояться был в Германии и в Мюнхене. Это Европа и, скажем так, временной вопрос адаптации снимается, как минимум. Уже минус одна проблема решена. И надо отдать ему должное, он пошел все-таки на эти уступки и сказал, хорошо, я попытаюсь максимально не вмешиваться в свою подготовку. То бишь, он курировал мою подготовку, он наблюдал, бывало он все-таки вмешивался, но тем не менее, он дал мне тот карт-бланш, где я мог подготовиться именно самостоятельно к этому чемпионату в своей жизни. Виталий, сразу по ходу, вопрос, чтобы понятно, тоже было и мне, и кто нас слушает. Получается так, значит, смотри, после Олимпиады в Сиднии опять меняется тренерский состав, который готовит к чемпионату мира. Да. И в то же время ты говоришь, что ты будешь сам готовиться, то есть, по сути, к чемпионату мира 2001 года у тебя не было тренера, кто тебя вел. Так понимать? Ну, смотрите, скажем так, с 16 лет это тот возраст, с которого я начал путь именно самостоятельно прислушиваться к себе и к тому, что делаю. Потому что мой первый тренер, Александр Абрамович Ашкенази, в тот момент уехал в Израиль. Забегая вперед, он был и главным тренером Израиля и курировал ребятам того же Зиви, он вел к Олимпиаде, к чемпионату мира. И в тот момент по политическим, видимо, или каким-то семейным причинам он уехал из Туапсе и уехал в Израиль. И на тот момент я думал, что мы никогда не увидимся уже, потому что, ну как, где Израиль, где Туапсе? И вот с этого момента, в принципе, у меня были наставники, были хорошие менеджеры, которые могли создать условия. Но именно человека, которого бы я назвал тренером, который бы мне дал какие-то вещи, связанные именно с направлением дзюдо, таких не было. Я брал у, скажем так, у каждого понемножку, кто был рядом, кого знал на расстоянии, там, я не знаю, видеоматериалы. Ну, на тот момент их было, не как сейчас, очень, скажем так, скудное количество, и поэтому учиться именно по видео каких-то тактических моментов или технических было, ну, намного сложнее. Тем более, что в плане именно технических моментов у меня уже был фундамент, который заложил Александр Абрамович, и я уже, скажем так, основываясь на своем опыте, прикладывал какие-то нюансы или технические действия уже, имея фундамент. Имея фундамент, я подразумеваю, это как минимум два захвата, что, к сожалению, очень редко увидишь сейчас. И определенное количество приемов в одну и в другую сторону. В принципе, по большому счету, чтобы бороться на самом высоком уровне, достаточно иметь бросок вперед, бросок назад, и желательно еще бросок как бы сюрприз в другую сторону. Если ты, допустим, стоишь влево, ты что-то делаешь вправо. Или наоборот, если ты там правша, у тебя есть какое-то движение влево, которое может, скажем так, ошеломить соперника, так как он знает, что у тебя есть броски вперед-назад. Но, как правило, к этим трем броскам все равно прилипают броски техника, которая, скажем так, не является твоей основной или коронной. Но, тем не менее, она тебе помогает отвлечь или воспользоваться ошибкой соперника, который, допустим, ну, к примеру, очень рьяно пытается не дать тебе бросить или сделать у Чемата подхват под одну ногу. Тем самым открывая другие двери, где ты можешь этим воспользоваться и, скажем так, используя ту реакцию от подхвата под одну ногу, сделать какой-либо другой прием. Виталий, значит, разговор с Остриковым, вы, так сказать, определяете вектор на поддвижение, но в то же время и каждый определяет свое место, как говорится, я так в кавычках называю, да? То есть, что происходит? Куда ты деваешься? Сборная же есть, а где ты? Куда ты уходишь? Как ты готовишься? Что происходит? Нет, тут же вопрос не в том, что я занимался дома, подготовка была домашней и так далее и тому подобное. Онлайн. Ну, это я говорю онлайн, как сейчас, да? Да-да-да, ни в коем случае не онлайн подготовка, да. Все происходило на централизованных сборах сборной команды. Просто происходило уже не отталкиваясь от того, какой план на этот сбор, а я уже смотрел на план сборной команды и корректировал его под себя. Где-то добавлял больше технических моментов, где-то убирал количество встреч или наоборот увеличивал количество встреч, но уменьшал, допустим, отдых между встречами или саму встречу делал их там не по пять минут, не по шесть, а по три, по две, по одной. И в зависимости уже от того, какой у меня был план у сборной команды, я пытался подстроиться под этот план, но тем не менее я следовал своему видению подготовки. Для чего мне нужны были и спарринги, как для технических действий, как для набарывания, так и для контратак. Потому что вот забегая вперед, ну скажем так, в разговоре с одним тренером он вспоминал эту схватку чемпионата мира, именно финал, да? И он говорил, блин, какая у тебя координация, прям вот ты вот за мгновение принимаешь решение, он подворачивается тебе через спину, ты его обходишь и делаешь контратаку. Ну, ребят, на самом деле это подготовленное действие. И в этом большая заслуга моего спарринга. На тот момент в сборной очень мало людей могли, скажем так, воспроизвести тебе классическую технику. И одним из них был Алим Гаданов, кто делал через спину со стойки и через спину с колен. И очень большое времени я брал его для работы над тем, чтобы он мне врубал через спину, а я пытался не упасть или при этом еще и сконтрить его. Поэтому в этом плане работы было много и, скажем так, все, что выглядит иногда импровизацией, на самом деле это уже было в подготовке. Потому что наш мозг так устроен, если вы никогда этого не видели или не пытались сделать, то потом это спроецировать на реальные действия очень будет тяжело. Это только в кино можно увидеть, как Брусли там что-то показал, кто-то посмотрел и тут же на соревнованиях может это исполнять. Конечно же нет, это только в кино. Но, к сожалению, вот, поэтому, возвращаясь на сборы, да, централизованные сборы сборной команды, там, конечно, происходили веселые вещи. Это вот, к примеру, могу два таких аспекта под Подольском. Возле Подольска есть Олимпийская база. Она и сейчас там есть, там в запущенном состоянии, но там какая-то странная атмосфера угнетающая. И это еще, скажем так, добавляет аномальности тем, что наша подготовка была летом. Я имею в виду уже те сборы, которые, скажем так, подводящие к соревнованию. И была очень жаркая погода, прям очень жаркая. Я помню, что после тренировки ты не мог напиться, потому что ты очень много теряешь воды. И вот то, что ты потом пытаешься заполнить, у тебя уже желудок полон жидкости, а сушняк все равно остается. Вот это вот желание пить, и это такое, скажем так, такое еще испытание. Я помню, что в тот момент, я не знаю почему, но решили протестировать отопительную систему в гостиницах. И они включили батареи на полную мощность. На них реально можно было жарить яичницу. Это вот один из примеров аномальности. Второй пример был до этого, когда у нас была подготовка также к первенству мира среди молодежи. Но это было осенью. Но и там какие-то проблемы были с конструкцией здания, в котором мы тренировались. И там просто сняли крышу. И мы тренировались без крыши, в холодине. Вот прям, ну как на улице получается. Потому что крыши нет, там еще дождь иногда капал. Причем подготовка была к Египту. Там, где плюс 40. Ну, компенсировали. Да, то есть, такой контраст. Мол, ребят, если вы здесь выживете, то в Египте вы вообще просто всех порвете. То же самое и про горячие батареи, да? Если выживешь вновь... Да, про горячие батареи. Ребят, если вы здесь в такой же редо еще с батареями внудритесь до Мюнхена дожить, то там вас вообще уже ничто не остановит. Да, это интересный момент. Дальше продолжаем. Были турниры, ну, скажем так, анализ схваток. И было одно такое значимое событие. Это турнир в Праге, где, во-первых, мы встретились там с Канамару в финале. Первый раз мы там встретились с ним. И второй момент – это Кубок Миллениума, Кубок Тысячелетия он назывался. Там организовали именно командные соревнования. После вот этого пражского турнира, прямо на следующий день, была такая сборная Европы, сборная Азии, сборная Америки. Скажем так, сборная континентов. Где я, конечно же, сразу двумя руками был за выступление за сборную Европы. Почему? Потому что я хотел еще раз побороться с Канамару, так как понимал, что мы можем встретиться со сборной Азии, и, возможно, он будет выступать за нее. Но он хитрюга выступать за нее не стал. Там поставили кого-то другого спортсмена. И, к сожалению, у меня второй спарринг такой соревновательный с ним не получился, потому что финал пражского турнира для меня кончился одним подворотом Канамару, полетом, ну и приземлением, и конечной оценкой Япон. На что я, конечно, не согласен, но это мое мнение, и на тот момент его оспорить никак было нельзя. Но, тем не менее, тактильное ощущение от его борьбы и техники я получил, на что мы уже акцентировали внимание. Я много проводил тренировок именно со спаррингом, где в меня подворачивались через спину со стойки, через спину с колен, а я уже, скажем так, принимал решение, как уйти от этого броска и по возможности сделать контратаку. Но в будущем мне очень пригодилось. И получается, ты уже после пражского турнира какие ты для себя сделал заключения? Что дальше? То есть я так понял, что Канамару это был единственный для тебя реальный конкурент на чемпионате мира, как ты для себя представлял? Нет, нет. Роман, смотри, там получается так, что ты для себя определяешь людей, которые могут, скажем так, составить тебе проблемы. И таких людей, ну, как правило, их немного. Потому что кто-то тебе удобный, кто-то там не твоего уровня. Но есть люди, которые, скажем так, которых, скажем так, не считают высокого уровня спортсменами, но они могут тебе создать проблему. Потому что, допустим, он просто неудобен тебе именно для твоего стиля борьбы. Плюс еще есть всегда темные лошадки, о которых ты не знаешь, о которых ты нигде не видел. А он обладает серьезной техникой. Он просто, скажем так, не обладает международным опытом соревнований по той или иной причине, финансовой или географической. Может быть, он у себя там на континенте африканском или американском, он номер один, а ты про него не знаешь. Потому что это сейчас можно все узнать в интернете, где что проходит, Азия, Европа, Америка, кто выиграл, кто придет. В тот момент только земля слухами полнилась. И, скажем так, информационной составляющей было по минимуму. Вот тех людей, которых ты видел на соревнованиях, то есть ты их только и знал, а которых ты не видел, ты про них и не догадывался. Что, в принципе, потом на чемпионате мира у меня и случилось. У меня была серьезная схватка, которую я проигрывал. Давай, пока про сами поединки подождем. Значит, дальше какая была подготовка? Дальше было много подготовки, связанной именно это много таких технических моментов, которые скучны. И, ну, если я там буду их называть, один из, я уже назвал, что это был, конечно же, спарринг, который а, возился с собой, то бишь, отшлифовывать какие-то моменты, которые связаны с твоей техникой, и, б, нахождение уже людей, тех, которые могут, скажем так, спроектировать, да, или отчасти смоделировать того или иного конкурента. Конечно же, полным модулированием это назвать нельзя, потому что каждый человек индивидуален, но хотя бы какие-то технические действия, они могут, скажем так, попытаться смоделировать и произвести в похожих на те, которые предстоит, с которыми предстоит столкнуться тебе уже в качестве твоих оппонентов на чемпионате мира или на других турнирах. Вот, тогда мы плавно переходим к самому уже чемпионату, да, давай так, начни с того, ты приехал опять за два часа до старта? Здесь уже таких ошибок мы не повторяли. Во-первых, это Европа и там было все проще в плане разницы во времени, насколько я помню, там, или час, или два, это такой не фатальный разрыв. Во-вторых, мы приехали там заблаговременно и так далее и тому подобное. Но мне хотелось, знаете, что подчеркнуть, что я выступал на мюнхенском турнире, а он в то время вот парижский и мюнхенский, они считались там категорией А, их тогда называли, но это как тот же грандшлем. И они считались самыми сильными турнирами. На то время я выступал не помню сколько раз, но никогда я не доходил до медали. И для меня вот мюнхен был таким раздражителем, что почему здесь я не могу выступить достойно. Максимум докуда я доходил, это с Крельмансом мы боролись за третье место на этом турнире и там схватка была там просто сумасшедшая. Там Гликолес был такой, что после схватки нас обоих просто статами вынесли. Но победил на тот момент он. К счастью или наоборот к радости кого-либо. Потому что мое мнение, что непобедимых нет. И если ты никогда не проигрывал, то ты теряешь скажем так остроту опасности. То есть ты становишься тем, кто недооценивает соперников. Переоценивать плохо и недооценивать также плохо. Потому что всегда должна быть какая-то грань между опаской и уверенностью. Уверенность должна не перерастать самоуверенность. И поэтому для меня даже может быть где-то и плюсом являлись какие-то проигрыши. Потому что я тогда начинал сильнее анализировать где же все-таки я не доработал или что конкретно в схватке я не сделал, хотя мог сделать. Вот. И поэтому Мюнхен для меня был таким скажем так камнем нерасколотым еще на тот момент. И продолжая тему подготовки и скажем так ну чтобы вы понимали атмосферы на тот момент в сборной да они не были сильно дружескими. То есть люди как-то вот между собой кто-то кому-то завидовал кто-то кто-то не хотел помогать. То есть такого сплоченного дружного коллектива как такового не было. И моя тренировка перед чемпионатом мира за день то есть вот вечерняя тренировка завтра взвешивание и борьба я ее провел один потому что никто не хотел проводить тренировку со мной потому что кто-то там вес гонял кто-то еще что-то и так получилось что я бой с тенью тренировку с тенью скажем так провел чтобы просто встряхнуться перед соревнованиями ну и настроиться ну и вот он чемпионат мира Мюнхен так ну и начинаем тогда по ступенькам по ступенькам да во-первых во-первых хочется спросить кто выводил Александр Евгеньевич и значит жеребьевку ты узнаешь нет жеребьевку для меня жеребьевка была не важна потому что я всегда предпочитал смотреть с кем я борюсь просто встречу никто у меня в группе в подгруппе где лидеры где не лидеры потому что уже на тот момент по своему опыту я понимал что кто бы где не находился кто-то где-то вылетает кто-то наоборот идет дальше появляется какой-то новый спортсмен на которого также надо смотреть и поэтому для меня жеребьевка это составляло следующее это знать с кем ты борешься следующую встречу и если он еще не определился да то пытаться посмотреть эту встречу где определяется твой следующий оппонент первая встреча первая встреча была с турком я его нигде никогда не видел но в то время дзюдо в турции было очень слабо развито и там буквально закончилось все в течение одной минуты насколько помню это был бросок с упором на Вазаре и потом зацеп зацеп под разноименную тоже на Вазаре так и этот поединок был разогревающий он как-то тебя немножко ободрил этот этот поединок очень важен почему потому что всегда на соревнованиях высоких высокого уровня первый поединок не вообще вот не имеет значения с кем он всегда нервозный особенно он нервозный с теми кого ты не знаешь кого приходится изучать во время боя а так как вот я уже говорил информационная составляющая на тот момент была очень слабая и ты не мог посмотреть своих оппонентов допустим о чем я говорю это к примеру если ты не сталкивался со спортсменом до этого но ты понимаешь что у тебя с ним встреча ты просто в интернете находишь его схватки и ты уже о нем имеешь полную информацию хотя бы как он борется с левшой с правшой и какая у него техническая база на тот момент если ты не выступал со спортсменом и не видел с ним никаких встреч то приходилось все ну так боем скажем так разведка боем приходилось на тот момент и ну и эта схватка конечно же дала такую заряд уверенности бодрости ну и скажем так началу да потому что у меня была такая специфика что я как локомотив я в течение соревнования прям набирал набирал вот прям вот эту мощь и с каждой схваткой я я был более раскрепощен а когда человек более раскрепощен он меньше устает и он намного опасен потому что он больше видит в схватке что происходит вторая встреча вторая встреча у меня была с финном тоже неизвестным мне соперником ну и скажем так она тоже прошла очень быстро первый же подворот на учимату то бишь подхват под одну он пытался скажем так уйти или сконтрить убрав таз и тем самым задрав ногу как можно выше и там получилось так что его нога под которую я махал она оказалась у меня уже на плечах и понимая то что я что его таз уже ушел я просто догнал его ногами и сделал такое что-то похожее на бросок через спину и получился такой микс между подхватом под одной и через спину с захватом сверху смешной момент но тем не менее показывающий что на тот момент я был очень готов потому что эта схватка показывала что я настолько чувствую спортсмена что я умудряюсь в одном действии его сопровождать и делать второе действие для того чтобы закончить эту ситуацию третье третье я вот могу ошибаться был у меня был испанец и портериканец насколько я помню третья была с испанцем его я уже знал я с ним встречался на турнирах выигрывал его он знал меня меня он не выигрывал к его сожалению вот это уже был четверть финал правильно я понимаю это была борьба за четверть финал я просто могу сейчас ошибаться именно где это было у меня третья схватка была с испанцем четвертая с перуанцем или наоборот я могу ошибаться но предложим такую версию допустим за выход в четверть финал был испанец он мне делает зацеп под разноименную ногу на вазаре в самом начале схватки можно паузу можете свои ощущения сразу сказать что у вас или вы не помните это что у вас как-то что-то какое-то было какая-то такая вопрос что происходит это теряю теряю контакт или нет это было это было вот смотри Роман я объясню это было уверенность которая перешла в самоуверенность потому что я его выигрывал два раза и я выходил без какой-либо стратегии в плане того что именно тактильные мои ощущения были такие что он мне удобен и я что-то там сделаю понимаешь и он тут же мне в начале схватки показал что у меня есть план бросил меня на вазаре после чего он стал просто вот в технику самбо пытаться дойти схватку до победного конца я не знаю то ли он был испанцем то ли судьи хотели броска от меня но они его не наказывали потому что он убегал за ковер он падал на колени и бросить в этой ситуации было очень проблематично но в принципе по своим ощущениям я понимал что он устает очень сильно потому что скажем так вот смотрите как работает мозг в этой схватке для меня время летит а для него оно еле ползет оно просто тягучее становится для него каждая секунда это как мини жизнь и и надо отдать должное именно вот той подготовки которая была перед этим я это я это явно себе представлял и понимал что для него это так тяжело сейчас удержать вот это преимущество что он тратит и моральные и физические силы в 20 больше чем я вот конечно повеселил Александр Евгеньевич в этой ситуации который вместо каких-то конкретных действий он там есть крылатая фраза Виталий надо что-то придумать это была его такая гениальная подсказка на что Виталий и придумал сделал подхват под одну и из тех пор это стало коронной выдумкой Виталия ну да то есть придумкой это была такая придумка которая появилась видимо только в этой схватке на самом деле скажем так вот вот эта вот уверенность после после того как я пропустил бросок она не исчезла то есть не было никакой паники хаотичности я знаешь как я такой как робот то есть продолжал молотить свое то есть и ощущая то что он сдувается как вот прям надутый шар который с каждым днем становится меньше то есть я вот прям чувствовал как его силы тают и как растет его неуверенность в том что он не доведет эту схватку до конца и если можно тоже по этому поединку как приблизительно в начале поединка он сделал в Азаре и когда ты сделал подхват как сколько какое время было алло слышишь меня что-то что-то стало подвисать сейчас я тебя сильно потерял но я понял вопрос был о том что сколько времени было между тем как я пропустил прием и потом как сделан какое время это было допустим на первой минуте ты упал на Вазаре а допустим на пятой минуте а бросил его на пятой минуте а то есть практически 4 минуты такого жесткого натиска был да прессинг был с моей стороны то есть это знаете это это примерно если в боксе если на бокс перевести это когда человек закрылся а ты его просто калашматишь а он в углу стоит и даже убежать оттуда не может это вот примерно наверное вот так было вот просто просто я единственное за что у меня были опасения это только за счет того что судьи очень очень сильно его скажем так оберегали ну они вовремя давали мате не наказывали его то есть ну скажем так содействовали тому что возможно он может дотянуть до конца но он не дотянул выход выход четверть финал в принципе это уже я вот точно не могу сейчас сказать но ты мне подскажь это уже то есть вероятность если вдруг проигрыш борьбы в утешении да был на тот момент нет это 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 не совсем так это это сейчас в новых правилах у нас утешение от четверть финалистов на тот момент у нас было утешение от полуфиналистов да если ты в первой схватке проиграл тому кто потом будет бороться за выход в финал то в принципе даже проигрыш в первой схватке тебе дает возможность борьбы за медали но конечно чем ты дальше проигрываешь тем больше вероятность что твой соперник дойдет до полуфинала тем более если встреча четвертьфинала то соответственно он уже будет бороться за выход в финал и тем самым скажем так четвертьфинальная схватка тебе гарантировала утешительные встречи которые могли привести к тебя только к бронзовой награде к сожалению значит это третий поединок четвертый поединок четвертьфинал и у тебя перванец перванец роман ты меня хорошо слышишь потому что я тебя слышу с такими с опозданиями я хорошо слышу но иногда бывает некоторая задержка иногда все понял это кстати может связано с тем что чем больше людей добавляется вот то же чем я говорил там зум начинает ну как бы не справляться ну не знаю у меня как бы такой вроде бы не у меня вроде бы аккаунт такой нормальный как бы не бесплатный вот поэтому я так надеюсь что он может быть просто ну в любом случае мы продолжаем Виталий не обращаем внимания на это идет процесс четвертьфинал не обращаем да и вот мы пришли к той схватке которая реально могла закончить мой поход к золотой медали потому что неизвестный перуанец получается возможно он известный на панамериканских континентах да но здесь да мы понимали что до четверть финала просто так человек не пройдет и посмотрев что он выиграл там несколько человек очень даже неплохих я не выходил на эту схватку расслаблены но я не не понимал не знал что он делает вообще то есть не технических каких-то действий да а к сожалению из тренерского состава никто не вел наших там скажем так конкурентов да чтобы потом подсказать так он стоит влево там подворачиваться вправо и так далее и тому подобное и вот здесь я столкнулся с тем что ему не нужно было два захвата он делал мельницу очень хорошо бычок делал с колен пытался но это все все это было с одного захвата то есть чтобы вы понимали ему не нужно борьбы за захват он просто брал захват и мгновенно подворачивался пытаясь сделать свою технику и для меня это было в начале очень скажем так неприятная ситуация потому что для тех кто обладает такой техникой очень неприятно когда их сковывают двумя захватами но в начале схватки у него хватало скорости схватить выбрать один захват и тут же подвернуться у меня в свою очередь не хватало моей скорости заблокировать его двумя захватами потому что я не успевал просто физически это сделать в начале схватки на что он и бросил меня на юка и на удушающий там очень хорошо перешел после чего в принципе я вызвал доктора на тот момент это можно было делать по причине того что у меня якобы там колено заболело и так далее но мне мне нужна была скажем так передышка просканировать то что уже произошло с ним и как и как выстроить ну скажем дальнейшие мои действия как это происходит я просто объясню ситуацию которая происходит схватки вот когда вам дают команду хаджуме у вас мозг отключается вы вы не думаете в этот момент вы работаете спиным мозгом то есть то что вы наработали ваша техника ваш стиль ваши наработки по скажем так доминации позиции или наоборот работать от контратак вы это делаете в течение то есть того периода времени пока не дадут команду матэ когда дают команду матэ вот в тот промежуток времени когда вы идете на свое место для того чтобы опять дали команду хаджуме ваш мозг с колоссальной скоростью начинает анализировать то что было буквально несколько секунд назад и чем выше уровень спортсмена тем его скажем так вот эти мозговые импульсы вот этот вот скажем так определение что было что надо сделать как лучше что не пошло вот это настолько быстро происходит что этим наверное и отличается высокого уровня спортсмен от обычного потому что он сканирует тебя во много раз быстрее чем ты сканируешь его и скажем после там двух трех взаимодействий во время схватки у него уже есть полный расклад о том как нужно с тобой бороться а ты еще до сих пор не понимаешь что нужно делать вот поэтому я вызвал доктора для того чтобы чтобы проанализировать что произошло последние полторы две минуты потому что я никак не мог подобраться к перуанцу проанализировав и конечно же учитывая тот фактор что когда ты атакуешь у тебя в первую очередь падает скорость и скорость у перуанца уже немножко снизилась а то бишь скорость именно взять свой захват и поэтому когда в следующую свою атаку он пытался подвернуться с колен я в этот момент уже контролировала полностью держал его скажем так под контролем и вот здесь работа с алимом гадановым привела к сумасшедшему броску потому что он сделал две ошибки я имею ввиду перуанец понимая что у меня двойной захват я его контролирую лучше чем до этого он попытался сделать бросок с колен и поняв что он промахнулся полностью он начал еще вставать он хотел вернуться в ситуацию может быть он побоялся что ему дадут шида за скажем фальш-атаку и он попытался вернуться в это положение чего делать категорически нельзя особенно с тем кто умеет контрить именно от этих приемов и здесь скажем так был такой эффект катапульты то есть когда он начинал возвращаться возвращать свое исходное положение с колен переходя в стойку я воспользовался и провел контратаку подсечкой и это было прям на полную спину и пол так ну это очень интересный драматический такой сюжет и после этого поединка ваши ощущения были какие у вас же отдых был после после этого поединка я уже наблюдал за поляком потому что там получилось так что я закончил схватку а он выходил после меня и в этом плане было комфортно посмотреть его борьбу я определил уже какую-то стратегию с ним потому что он во-первых был правша который первоначально удобен мне во-вторых он работает с двух захватах в двух захватах что тоже мне комфортно и право налево лево направо с моей стороны это ну скажем так давало мне плюсы и самая наверное легкая схватка это была именно схватка за за выход в финал потому что ну я не знаю с чем это связано то ли с опасением то ли с неопытностью то ли с тем что он был мне так комфортен я я просто не почувствовал никакого даже малейшего сопротивления я выиграл бросив его и на вазаре и еще ему дали кейкаку что приводило ну как бы к япону за невидение то ли за выход то ли ну что-то такое и ну скажем так схватка которая за выход в финал она оказалась намного легче которая была в четверть финале или за выход за четверть финала и вы узнаете что вы в финале и в финале вы встречаетесь с Кономару ну я это я не то что узнаю я в принципе так косым так скажем так боковым зрением посматривал где там Кономару потому что ну на тот момент он был фаворитом этой весовой категории он выиграл все турниры в которых участвовал и конечно же на него были ну скажем так направлены все зрители даже потому что в Германии понимают дзюдо знают ходят болеют очень сильно мы кстати об этом поговорим чуть попозже и это касается даже финальной схватки это показатель того что люди разбираются в дзюдо и как они отреагировали на действия рефери это было для меня сюрприз ну и посмотрев его схватку за выход финал то бишь Кономару с корейцем он его унес с двух подворотов через спину со стойки причем в одну сторону и в другую и Кономару с ним проборолся что-то в течение 30 секунд причем он был на таком знаете как это на таком подъеме веселом что я так понимаю что для него это был самый серьезный оппонент и что он так его легко прошел он прям ну что не свойственно японцам он прям излучал восторг сам себе аплодировал подпрыгивал радостно радостно видимо предвкушаю что финал будет скажем так не более продолжительным чем его встреча за выход в финал вы выходили выходили на финал с каким ощущением психологически вам расскажу веселую историю которая скажем так была до финальной самой схватки потому что там так получилось что был большой перерыв и ну там буквально часа два наверное что ли потому что насколько я помню то есть там финальная часть соревнований это уже включало именно за медали ну и там вот это все должно пройти утешиловка там борьба за выход за тройку ну и там насколько я помню там два если не три часа был такой перерыв вот но что была такая интересная ситуация которую мне до сих пор спрашивают а правда так было или нет потому что видимо люди услышат откуда-то там была такая ситуация что Канамару со своей тренерской группой был в том же зале разминочном что и мы и они по диагонали напротив то есть там кто-то пытался меня моделировать и они там пытались скажем так определить план и стратегию на схватку я это увидел подошел к ним и говорю вот он я давай на мне попробуй они там все засмеялись сказали спасибо не надо мы тут как-нибудь сами вот я возвращаюсь с улыбкой на что Александр Евгеньевич Миллер говорит ты что поймал эйфорию ты что финал нам еще нам еще финал надо быть ну я его успокаиваю Евгеньевич нам еще два часа я не хочу сейчас настраиваться на схватку потому что это меня самого сожрет то есть мне надо наоборот сейчас отвлечься то есть я знаю его я знаю что делать мне надо сейчас просто отвлечься вот на что он в принципе согласился мы переоделись и вышли вообще за за этот комплекс походили там ну там то ли сад был какой-то такой ну я помню что какие-то деревья были там тенек мы там посидели воздухом подышали тогда это была не ситуация с коронавирусом там маски не надо и мы там спокойно скажем так на отвлеченные телы какие-то даже пообщались поговорили и подожди Виталий перед один вопрос откуда откуда вдруг у тебя появилось вот это вот желание типа вот он я это спонтанно так выскочило или просто потому что ты такой просто весельчак нет ну во первых это конечно же вышло спонтанно потому что я это не планировал и все что ты не планируешь это уже спонтанно но я увидев эту ситуацию для меня она стала смешной почему потому что вот я же уже говорил что я в своей подготовке использовал спарринг который мог попытаться смоделировать но никак не смоделирует человека с которым предстоит бороться а они хотят смоделировать меня за полтора часа до выступления причем ну как бы хоть хоть я и отношусь скажем к спортсмену с классической техникой базой техники но у меня все равно не не такое прям классическое направление я и и с поясом борюсь и сверху у меня забираю иногда очень плотно так как классики не забирают потому что классики или отворот или сверху но куда-то туда уже намного ближе это уже в принципе более такое грузинское направление кавказское такое где ты сокращаешь дистанцию чтобы обострить ситуацию поэтому как они могли промоделировать это большой вопрос ну и поэтому у меня это вызвало улыбку я тут же проявил находчивость и в принципе себя предложил в качестве модулятора а как 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 выглядел отказ нет там отказ выглядел что они ну там поклонились тоже улыбнулись сказали да ты нас поймал ну как типа спасибо не надо потому что на тот момент ну как бы ни они ни я они не говорили по-русски я не говорил по-японски ну и английский наш был очень скуден смотри ситуация получается такая через два года ты опять финале уже немножко с другими мозгами как я понимаю да но с другими мозгами ты можешь ну так немножко дать вот такое сравнение некоторое финал 90-го перед перед поединком именно те ощущения или ты не помнишь не нет именно на это я хотел обратить внимание я уже об этом говорил в начале нашего нашей онлайн конференции да что в 99 году я не был готов стать чемпионом мира не физически или технически а именно стратегически то есть вот в плане того как строить схватку где рисковать где не рисковать если рисковать только то насколько рисковать ждать выжидать поджидать вот этого всего у меня в 99 году у меня этого не было у меня было мне бы шашку и коня все а здесь уже другая история здесь уже во-первых у меня уже было два года за плечами проигрыш на олимпиаде проигрыш в финале чемпионата европы в этом же олимпийском году 2000 и к финалу я уже подходил как к новому соревнованию то есть я уже на тот момент делил соревнования на два этапа все что происходит до финала это одно соревнование финал это совершенно другое соревнование где ставки настолько высоки что любая ошибка она будет стоить тебе золото а так как ты уже в финале серебряная медаль тебя как минимум не устраивает потому что как минимум она у тебя уже есть поэтому я где-то повторяюсь но я уже говорил что зачастую выигрыш за бронзовую медаль он намного скажем так психологически тебе дает больше толчок чем чем проигрыш но серебро потому что ты завоевываешь серебряную медаль проигрывая а завоевывая бронзовую ты выигрываешь понимаете и вот в моем понимании разница вот на тот момент разница между бронзой и серебром она минимальна потому что что бронзовый призер проиграл одну схватку что серебряный проиграл одну схватку а быть может они проиграли одному и тому же человеку зачастую так и бывает и поэтому между тем кто стал третьим и кто был в финале еще большой вопрос кто между ними победит а Виталий еще вопрос по твоему сопернику по финалу японцы как точно мне я вот все время футу Канамару да на тот момент он уже был участником чемпионата мира олимпийских игр нет он был новая струя именно у них у японцев такая ну скажем специфическая структура да введение новой крови и поэтому у них очень часто бывает смена лидеров в тех или иных весовых категориях особенно именно среди скажем так молодого возраста спортсмены они очень часто используют именно молодой возраст в качестве ну скажем так смены лидеров той или иной весовой категории если взять на муру он там в 16 что ли лет выиграл первые олимпийские игры представляете в 16 лет это еще ну в принципе это ребенок а он уже а на него уже возлагают такие ну скажем так серьезные выступления как олимпийские игры так и вот она и вот наконец настал тот час да здесь я вижу вас так ну и ну скажем так забегая вперед я знаю кономару как спортсмена который обладает очень хорошей техникой и не только через броскать через спину со стойки или с коленки он очень хорошо работает ногами он очень хорошо работает в связке вправо подворот влево подворот но со мной почему-то они то ли меня недоценили то ли переоценили то ли переоценили свои какие-то свое состояние на этом чемпионате мира потому что если посмотреть эту схватку то кроме броска с колен через спину или со стойки он не пробовал ничего 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 вот как зациклило он он это все вот прям повторял повторял он он не проанализировал что с ним произошло в схватке что у него не получается в схватке и не смог перестроиться почему так происходит объясню самое сложное в схватке это перестроиться и если у тебя до схватки не было другого плана то бишь вот когда ты перестраиваешься и начинаешь работать вообще в другом направлении нежели вот ты начал в начале перестроиться во время схватки это колоссально огромные усилия и очень мало кто на это способен только большие чемпионы и то я думаю что это связано с тем что эти большие чемпионы они уже во время схватки имеют какой-то план первый второй третий четвертый пятый что если не пошло это то он переходит на этот пробует это пробует это в принципе у всех ведущих дзюдоистов должен быть план на схватку в нескольких направлениях но у Канамару похоже был только один план и он его получается не то что сгубил он ему не дал раскрыться в нашей встрече хоть и встреча была такая феерическая она была красивая как поединок потому что было много атак много подворотов много действий экшена но именно в плане стратегии он первоначально проиграл потому что кроме того что он делал в начале он в конце не стал делать ничего нового он как продолжал пытаться надеяться что он бросит меня через спину или со стойки или с колен так он до самых последних минут нашей встречи он все пытался это сделать тот момент твоего победного броска вот давай так может быть разделим буквально несколько секунд до броска сам бросок и сразу после того как уже был бросок можешь как-то так давайте я вам расскажу именно про публику германии как она разбирается в дзюдо что происходило схватки начало схватки я попытался сделать подхват у чемат потому что я взял хороший захват и просто проверить какая реакция будет у Канамару реакция была жесточайшая то есть я даже на колено упал потому что я просто как в стену настолько был хорошая реакция что мой подворот был на первоначальном этапе разрушен я ударился как в стену об него как будто он весит в два раза больше чем на самом деле и в этот момент я понял что пока продолжать пытаться сделать подхват смысла нет потому что он его ждет после чего последовало две атаки с его стороны причем одна атака какая-то она была невнятная она была просто на суде потому что он попытался скажем так отвлечь меня от спины с колен или со стойки и он два раза сделал попытку бросить меня с упором стопы в живот после чего рефери дал мне шида и вот чтобы вы понимали что произошло дальше случилось следующее перед тем как мы сходились на татами когда нас представляли когда представляли Канамару зал просто был похож на цунами он приветствовал его восторгами после того как мне дали шида такое же цунами случилось со стороны зрителей только уже в негативную сторону они осуждали того что рефери незаслуженно помогает японцу я не знаю или не помогает наоборот мне что после вот этого шида большая половина зрителей уже стала болеть за меня я это почувствовал я это почувствовал по каждому своему действию или действию Канамары вот это для меня было вот именно для меня вот это во время схватки было вот таким ну таким хорошим подспорьем что люди не просто наслаждаются схваткой они еще и участвуют в ней показывая свою реакцию на те или иные действия партнеров соперников дзюдоистов и рефери в том числе а тебя это ты вот ты сейчас сказал ты реально почувствовал вот этот вот эту некую поддержку зрителей да а тебя это как-то ну вот воодушевило что ты можешь значит что-то вот здесь что у тебя как бы некий допинг ты получил честно говоря я я я я просто или ты стал кайфовать я просто не знаю как как я среагировал на это но скажем так я я не потерял фокус со встречи понимаете то есть во время схватки ты настолько концентрируешься что огромное количество информации ты просто не видишь не слышишь и твой мозг видимо как-то я не знаю не запрограммировано для себя решает какую информацию выбирать вот допустим я там слышу Александра Евгеньевича Миллера я слышу судью его команды я слышу рев трибун но они но этот рев он какой-то он как далеко знаете вот как это к примеру когда вот ты там идет какой-то футбольный матч на стадионе а у тебя просто квартира рядом со стадионом и ты это слышишь но это слышно где-то где-то там примерно то же самое происходит в схватке вот и я не знаю помогло это мне или не помогло но то что это скажем так меня не выбило из колеи это сто процентов так потому что буквально после того как мне дали шида Канамару подворачивается уже через спину и получает контратаку вот тот момент она это это контратакующее действие сломало и его и всю его стратегию потому что эти наработки были на сборах и здесь я уже знал те тактильные ощущения которые происходят при его подвороте потому что каждый человек по-разному делает тот или иной прием и хитрость или индивидуальность Канамару была в том что он что он скручивается под тебя ты не чувствуешь в начале его атаки каких-то действий которые скажем так могут вывести тебя из равновесия к примеру допустим если ты начинаешь тянуть соперника и он чувствует что он выходит из равновесия он понимает что это он сразу понимает что это опасно и он начинает давать реакцию здесь же его действия они были намного мягче то есть он в начале не тянул как домкрат да извиняюсь такие сравнения но когда он в тебя вкручивался ты понимал что тебя что-то начинает отрывать от земли это происходило и быстро и в то же время мягко и вот это его индивидуальность она многих скажем так ну вводила заблуждение потому что во время его атаки они не чувствовали опасности и они не давали ему реакции а когда уже опасность наступала давать реакцию уже поздно потому что он уже контролирует полностью твое твое тело за счет того что он уже слишком плотно скажем так вошел на тот или иной бросок и он уже просто делает концовку то есть выбрасывает тебя в воздух и контролирует для того чтобы как можно выше получить оценку и в этом плане я уже знал эти вещи и просто не ждал когда мои ноги будут отрываться от татами и когда он производил бросок через спину я уже автоматически делал то что нарабатывал многие месяцы до этого чемпионата мира и этот контр бросок ну я уже говорил разрушил его тактику потому что он стал из роли фаворита в роли догоняющего теперь было юка на шида у меня было преимущество и теперь проходил комфортной ситуации нежели он потому что ему надо было как минимум сравнивать как максимум выигрывать что он и пытался делать вы видели эту схватку и возвращаясь к ней там там я уже мог скажем так быть более раскрепощенным тем самым находя его уязвимые места с его же стороны он настолько закрепостился что он продолжал делать одно и то же на что я отвечал где-то контратаками а где-то атаками связанные уже с работой ногами которые не давали ему подготовиться именно чтобы произвести его коронный бросок я уже там заработал еще одна юка и судья не давал бороться в партере то бишь он понимал что время работает против японца и сильная сторона японца это все-таки стойка была и он не давал борьбы в партере понимая что тем самым ну я буду скажем так расходовать время которое сейчас работает на меня и как я помню как я помню уже это последняя минута была кажется да поединка это уже пошла пятая минута пятым минутам если если смотреть эту встречу не в записи полностью то она что-то растянулась минут наверное на восемь потому что там были остановки заправка джидоги мы конечно устали подсели особенно Канамару потому что он помимо того что проигрывал он еще и каждый подворот вваливал на все как говорится деньги он складывался на все 150 процентов и он до последнего хотел меня бросить на что очень часто открывался и мои контратаки приносили плоды как минимум я его сбивал партнер как максимум даже оценки зарабатывал и все что произошло на этой последней минуте это то что я забрал уже свой захват причем я его забрал настолько хорошо что я контролировал и скажем так нависал над Канамару всем своим весом я сделал подготовительное движение показав на подсечку тем самым скажем так убрав фокус от основного действия и потом поведя его за собой уже влупил ему подхват в тот момент где отреагировать было уже невозможно и уже в полете ну как бы я слышал ну скажем так его его звуки о том что он проиграл потому что он понимал что он в воздухе летит и спасения уже нет и он сказал черт побери да я не знаю может быть он там что-то нехорошее говорил но в принципе в менталитете японцев это ну не приветствуется и я думаю что он просто сетовал на то что все закончилось после чего когда мы поклонились и подошли друг к другу я ему сказал что он самый опасный оппонент в моей жизни на что он посмеялся и сказал да нет это ты самый опасный ну это по-джентльменски да я уважал его я понимаете вот есть много скажем методов настроя на схватку и один из методов агрессивный да что я его разору я его убью я там ну вот что-то такое у меня никогда не было к сопернику я его уважаю он занимается спортом он потратил тилетия чтобы прийти к этому состязанию там схватки со мной или с кем-либо другим он мне не сделал ничего плохого единственное что что может быть плохого это то что я проиграю но опять же как посмотреть на эту ситуацию может быть это наоборот мне сигнал и он показывает что у меня есть какие-то недостатки и ошибки над которыми надо поработать а не возносить себя в то что ты уже все знаешь и все умеешь поэтому в плане агрессии у меня никогда не было сопернику к Аномару в том числе и возвращаясь в разминочный зал когда я подошел к нему и говорил ну вот же я не надо меня моделировать это не было не было издевкой такой то есть это был ну такая шуточная какая-то ситуация это ни в коем случае не было связано с тем что я его презирал или не уважал и тем самым я его хотел вывести из равновесия я просто ну увидел какую-то ситуацию и среагировал на нее вот такой вот шуткой ну я надеюсь мне это простят итак вы выигрываете поединок значит вы уже понимаете что вы выиграли чемпионат не медали а именно чемпионат мира проходит награждение не 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 роман или что-то еще вот для тех кто посмотрит вот эту передачу еще что-то ну там в записи или уже смотрит вот то что вы сказали там там можно по моим губам когда мы лежим на спине рядом друг с другом кономару держится там за голову а я произношу какие-то слова и первое слово первый ну и там дальше дальше возможно нас могут смотреть дети поэтому мы ну и потом у меня когда я вышел с татами у меня был прорыв то есть я не мог ничего говорить у меня просто слезы радости ну скажем так лились я ну я просто в тот момент у меня был какой-то вот ну эйфорический пик того что то к чему я шел на протяжении десятилетий да потому что если посчитать сколько было мне на тот момент лет и с 10 лет я начал заниматься дзюдо то это было в районе не помню сколько мне было там 27 наверное да вот это уже было 17 лет это чуть ли не 20 лет я шел к этой медали и конечно же там выплес эмоций был сумасшедший и давайте Виталий послесловие после послесловие вот смотрите ну конечно же у меня три дня было эйфории я всех любил ну как бы всем хотел поделиться своей энергией вот этой вот такой позитивной но мне нужно было в зал приехать и купить сувениры с этого чемпионата мира там майки какие-то кепки и знаете какая-то большая была проблема для меня потому что я не мог пройти двух метров не не остановившись перед людьми которые хотели бы со мной сфотографироваться или хотели автограф или хотели у меня что-то спросить это было знаете как это 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 было с одной стороны невозможно а с другой приятно потому что у тебя была цель дойти до лотка где продают футболки майки там с эмблемой чемпионата потому что там друзья родственники все ждут от тебя что ты привезешь им эти сувениры а с другой стороны тебе не дают этого сделать потому что люди увидев тебя перестают смотреть дзюдо более того они начинают кричать кому-то на трибуны те сбегаются начинают все с тобой фотографироваться и и в этот момент то есть ты понимаешь что ты сделал что-то такое что у людей отложилось в памяти и они чувствуют себя причастными к этому виталий это 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 вот послесловие так я понял это не послесловие это вот констатация того что было а послесловие наверное я сделаю такое после трех дней эйфории наступила пустота потому что у тебя была цель к которой ты шел стремился ты понимал даже как к ней идти но все равно это была такая какая-то недосягаемая звезда скажем так или планета и вдруг это случилось ты понимаешь что у тебя другой цели нет именно в дзюдо и это это я вам скажу самое тяжелое это самое тяжелое потому что намного легче иметь цель идти к ней падая спотыкаясь не добиваясь ее но пытаясь опять ее добиться но когда ты ее добиваешься если у вас нет продолжения это жестко на самом деле это жестко Виталий понятно я хочу сейчас перейти к некоторым вопросам и возможно к нашей так сказать завершающей части нашей видеоконференции или вот вашего выступления и возможно кто-то из желающих захочет тоже задать кто нас смотрит вопросы вы можете я не знаю здесь чат работает наверное или в чат написать или я сейчас включу тогда звуки каждому микрофон или кто-то кто захочет значит выступить тот может микрофон включить соответственно задать вопрос ну я первый вопрос задам Виталий с вашего позволения да вот Дмитрий Клещев подключился тоже вопрос задаст ну с самого начала здесь я я задам вопрос первый вот вопрос такой вы сказали что вот такая некая пропасть какая-то произошла да не кажется ли вам что что это произошло не потому что как бы цель достигнута а что в принципе вы ну может быть может быть это это для вас оказалось не таким не такую значимостью знаете вот как вот хочешь вроде автомобиль да Мерседес ты его купил а потом понимаешь что какая разница у тебя был москвич Мерседес одно и то же по большому счету ничего не изменилось в твоей жизни вот вот об этом вот об этом и речь потому что ты ты идешь к мечте не думая что будет потом и когда ты ее достигнул ничего вокруг не поменялось может быть поменялся немножко ты как бы с какой-то стороны но ну ничего вот глобально то есть не перевернулось и и вот это вот вот это-то и вводит в тебя вот такую депрессию что а что дальше надо надо что-то искать надо какие-то вещи находить для себя чтобы была мотивация двигаться поэтому я и призываю людей то есть ставить несколько целей и каких-либо особенно может быть даже в разных направлениях дойдя до одной можно переключиться на другую потому что на тот момент я еще себя не видел в качестве тренера потому что я еще был молод и скажем так еще мог показать кое-какие ну там схватки в своем исполнении кое-какие результаты в принципе что я потом и продолжал делать но уже той вот той вот мечты ее уже не было ну да вы вы вначале озвучили что ваша мечта жизни была именно медаль золотая чемпионата мира поэтому тут наверное вот такой глобальный как бы внутренний вот такую пропасть такая произошла вот так хорошо давайте тогда Дмитрий вы я так понял подключились хотите задать вопрос да я наверное не вопрос хочу задать я просто всю эту ситуацию помню и помню как мне Виталик рассказывал и здесь когда говорит Дима ты представься сначала сказали Дмитрий Клещев не ну ты скажи ладно я его представлю это мой близкий друг а ты теперь представься кто ты еще на самом деле ну я являюсь работником сборной России дзюдо массажистом готовил Виталика ну к миру к этому я его не готовил я только уже познакомился когда он уже стал чемпионом мира ну а то где там преподаватель на кафедре спортивной медицины массаж это не надо да говорить ну я был доцентом на самом деле кафедре спорт медицины старший преподаватель и так далее ну а что об этом говорить да нет вопрос-то другой просто ты сейчас рассказывал когда зал эвации были в сторону тебя ты говоришь я не помню помогло тебе или нет а я помню когда ты мне рассказывал Димон я тогда понял все сто процентов это мое я понял я поймал эту энергетику я же не говорил что я не слышал это я говорил что я слышал и что и на вопрос помогло мне это или не помогло я сказал ну это точно мне не разрушило мой настрой вот на схватку на фокус и на то что это а еще то что ты говоришь что что изменило жизнь я помню ты мне рассказываешь такой эпизод ты гуляешь со Стасом со своим сыном в парке Пушкина и там дети подходят и видать ну тоже занимаются кто-то тебя узнает говорит вы же чемпион мира ты говоришь да а что вы здесь делаете типа в Челябинске помнишь нет да это вот из разряда уже их представления что чемпион мира это какой-то вот прям идол который даже по земле не ходит это уже не к мне вопрос это к ним нет ну я просто так как бы алаверды добавил еще что-то тогда пока желающих вопросов нет там ну я парочку еще вопросов задам с вашего позволения Виталий да смотрите я ну подготовка спортсмена к выступлениям на высоких соревновательных статах да она подразумевает там как техническую да физическую подготовку и также вот некую медицинскую подготовку в виде массажа вот поэтому хотелось бы спросить у Виталия такой момент как психологическая подготовка я слышал что вы на эту тему очень плотно как бы сотрудничали с сейчас у меня вылетелось почему-то фамилия из головы из Санкт-Петербурга который тоже психология там член первой сборной олимпийской подзюдо такой известный спортсмен а сегодня и врач подождите подойдите сейчас у меня вылетела из головы фамилия я вороневал это Палыч наверное Валерий Палыч вы про Валерия Палыча наверное это фамилия сейчас да фамилия как ты слышишь меня да да как фамилия фамилия Валерий Палыч Наталенко Валерий Палыч да Наталенко у меня вылетела из головы фамилия просто я тогда помню тоже в журнале была статья Наталенко что вот на эту тему он с тобой очень так сказать работал достаточно или помогал в этом направлении что ты можешь сказать вообще о психологической вот такой работе на уровне какой-то ментальности со спортсменами и в частности с тобой ну вот смотрите я что касается психологии и работы спортсмена именно в плане психологии каждый тренер он как минимум должен быть неплохим психологом потому что он должен изучать своего скажем так ученика и знать его ну скажем так и светлые и темные стороны но здесь есть такое большое но во-первых ну спортивная психология и просто психология это ну очень такие разные вещи да и сложные каждый в своем второе психология она же строится на плане доверия поэтому психолог в команде если он есть такой он должен жить с командой так же как вот тренер там мажист реабилитолог и так далее понимаете но и очень очень непросто найти того человека который будет 300 дней в году со сборной ездить понимаете а вот такие ну скажем так одноразовые сеансы они в принципе успеха имеют по стоку поскольку поэтому ну скажем так в наше время именно в плане психологической какой-то вот ну подспорья ну да Валерий Павлович пытался помочь ну там скажем так работал со мной но это было очень редко и я к этому ну относился скептически потому что вы поймите должна быть цикличность должно быть постоянство только тогда когда ты человеку начинаешь доверять он становится каким-то вот ну близким для тебя только тогда ты можешь ну скажем так ему начинать открывать какие-то свои сокровенные скелеты в шкафу да 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 извини я перебил и поэтому здесь две составляющие это первое это то что спортивная психология это не просто психология направления а второе это доверие и нахождение вот ну как бы со спортсменом долгое время и работы с ним непосредственно и вот в этом большая проблема именно привлечение специалистов потому что они могут приехать там на раз два три там сеанса а именно постоянно они ну сферу своей деятельности не могут столько времени проводить с командой если позволишь Виталий еще буквально парочку вопросов и мы будем завершать очень на самом деле такое интересное интервью лекция рассказ и вообще конференция ну интересно на самом деле потому что вот сейчас как бы ты можешь наверное уже вот спустя годы так дать хороший анализ тому что было понимаешь мы все становимся с годами немножко мудрее и поэтому рассказ становится еще интереснее да вот повествование той поры после чемпионата мира Валерий Иванович Востриков твой разговор с ним был вот помнишь первый разговор когда он тебя вызвал на собеседование так сказать вот а что потом было была беседа ну была там знаете как получилось конечно же была беседа он меня поздравлял плюс Александр Михалин на этом чемпионате завоевал тоже две золотые не тоже две а тоже золотую одну в тяжелой весовой категории и вторую золотую медаль в абсолютной весовой категории в то время проводилась абсолютная весовая категория в одном цикле с чемпионатом мира и по итогу по итогу мы имели команда имела под руководством Валерия Ивановича имела три золотые медали три золотые медали конечно это был такой успех большой но если присмотреться это не был успех команды потому что три медали но всего два человека принесли эти три медали все остальные у нас весовые категории они даже близко к медали не подступили и это было не скажем не так не такой не пока это была показательная ситуация не командной какой-то работой а просто что люди созрели для результата и они его совершили и Валерий Иванович насколько я помню тогда Шестаков был Залебзянович президента федерации дзюдо России и он к Залебзяновичу пришел с какими-то видимо требованиями условиями о продолжении его на права главного тренера и Залебзяновичу это не понравилось что-то у них пошло не так буквально вот на следующий год уже был другой главный тренер понимаете и мы даже мы даже не смогли поработать еще вместе с Валерием Ивановичем ну скажем так до ну вот в этом олимпийском цикле до следующих соревнований ранга чемпионата мира или олимпийских циклов в самом деле Виталий ну наверное наше сегодняшнее вот мероприятие подходит к концу но мы я думаю еще может быть не раз встретимся пообщаемся и на другие темы не за горами и так сказать еще разные у нас такие юбилейные даты есть вот я надеюсь вы с удовольствием расскажете мировой общественности любителей дзюдо и боевых искусств об этих мероприятиях ну я так немного вперед забегаю это следующий год такой да это 10 лет феноменального успеха сборной России да на олимпийских играх в Лондоне будет вот и плюс к тому кажется там получается 50 лет и федерации дзюдо СССР в 72 году была сформирована ну такой юбилейный год тоже следующий а сегодня завершая хочу поблагодарить вас Виталий за вашу открытую интересную беседу рассказ повествование вот и всех кто принимал участие кто слушал и тех кто будет слушать по видео нашей записи можно Роман можно знаете что даже если это в ютюб попадет там же может быть будут какие-то комментарии можно наверное где будет ссылка там видео ютюб написать что оставляйте комментарии с вопросами может быть мы потом на каких-то различных онлайн конференциях или там вживую может быть какие-то вопросы обозначим потому что допустим кто сейчас смотрел может быть не знали о том что там есть чат можно в чат задать вопросы и так далее посмотрев видео именно в ютюбе может быть кто-то комментарий оставит с какими-то вопросами пожеланиями я не знаю еще чем да здорово да спасибо еще раз вам виталии и всем кто смотрел нашу трансляцию так что до новых встреч спасибо в первую очередь вам спасибо роман потому что если бы не вы то это бы не состоялось вот спасибо тем кто нас видел или кто посмотрит еще задавайте вопросы буду рад ответить подискутировать на какую-то тему потому что именно в дискуссии рождается истина и где-то я могу ошибаться где-то вы что-то новое для себя подчеркнете поэтому спасибо большое любите дзюдо смотрите его и хорошего вам настроения и не болит спасибо виталий все всего доброго всем всего доброго пока пока